В поселке Завета Ильича орнитологи обнаружили редких птиц розовых пеликанов. Их принесло в алтайский край ветром. Сначала пеликанов насчитали восемь, но позже уточнили девять. Птиц обнаружили на маленьком пруду, рассказывают корреспонденты московского комсомольца на Алтае. За ними присматривают орнитологи и инспекторы охотнодзора. Как рассказал орнитолог Алексей Эбель, зимовать в нашем регионе пеликаны не смогут, поэтому если они не улетят, то придется их отловить и найти им до весны подходящее место. Как оценивают жители развития детской инфраструктуры в городах края? Результаты рейтинга «Домофонд.ру» приводят корреспонденты бийского рабочего. Участникам опроса предложили оценить все необходимое для детей – игровую площадку, детский сад, поликлинику, школу по шкале от 1 до 10. Для каждого региона был рассчитан средний балл. Лучшими городами стали Москва и подмосковные Домодедовы и Матищи. Развитая детская инфраструктура также в Санкт-Петербурге, Грозном и Геленджике. Самую низкую оценку получил подмосковный Волоколамск. Но что же касается городов края, Бийск не вошел даже в сотню. Он оказался лишь на 103-м месте. У Барнаула рейтинг в два раза выше – это 52-е место с оценкой в 7 баллов. В Калуге открыли мемориальную доску Василию Шукшину. КП на Алтае пишет, что доска появилась на фасаде здания завода управления Калужского турбинного завода. Дело в том, что с мая 1947 года по январь 1948 Василий Шукшин принимал участие в строительстве Калужского завода. Он был слесарем-такелажником. В частности, он размещал фундаменты будущих цехов, врезал рамы и двери, крыл железом крыши и выполнял подсобные работы. Барнаульцам предложили создать в городе свой арт-объект. Тематика работ может быть любой. Всероссийский конкурс идей новых достопримечательностей организовал фонд «Живая классика», и участвовать в нем может любой житель страны. Воплощением пяти лучших идей займутся профессиональные художники. Эксперты отмечают, что главное, чтобы идея была оригинальной и имела связь с локальной спецификой. Работы принимаются на сайте kultsled.rf до 1 февраля 2019 года, ну а о полных условиях конкурса читайте на страницах АИФ на Алтае.